Магниленд эффективно устраняет дефицит магния. Март уж очень напоминает апрель, но это не тот случай, когда хочется проскочить. На носу 8 марта. С плюс пяти начался этот день. Что же завтра, расскажу вам я, Ирина Ромбальская. Метеогид погоды не сделает, но с прогнозом точно все будет ясно. 8 марта по-женски или все-таки по-мужски? Самый точный прогноз на праздничный день. 9 потолок ледяной и наркозависимые попугаи. В Америке дома превратились в ледяные избушки, а в Индии птицы совершают разбойничьи налеты на маковые плантации. Повышаем градус красоты. Как ухаживать за кожей весной? И, конечно, самые зрелищные природные катаклизмы и самый актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. Нас снова надула Атлантика. В прямом смысле. Календарная весна тоже теплее привычного. Впрочем, вся предпраздничная неделя держала в напряжении. То дождь, то солнце, ставки на праздник неоднозначны. Плащ или шуба – вопрос для женщин немаловажный. Не будем ходить вокруг да около, а спросим Дмитрия Рябова. В силу того, что зимы в этом году не было, с твердой уверенностью можно сказать, что метеорологическая весна наступила вместе с календарной. И в целом она будет теплее обычного. На 1,5 градуса выше климатической нормы, которая для нашей страны составляет плюс 5,5 градуса. А количество осадков прогнозируется в пределах нормы. Но у такой ранней весны есть и свои минусы. Теплые дожди, солнечный свет и плюсовые температуры буквально спутали карты природе. Раньше обычного начнется сезонное цветение деревьев, среди которых и береза. Один из самых злостных весенних аллергенов. А вот удастся ли о этой весне побить рекорды, узнаем позже. Пока же самая теплая была весна 1921 года. Со средней температурой воздуха плюс 10,3. Самая холодная – весна 42-го. Со средней температурой всего 2 градуса выше нуля. Абсолютный минимум минус 38 зарегистрирован 8 марта 1964 года в Жлобине. Абсолютный максимум плюс 34,4 отмечен 29 мая 1892 года в Бресте. В этом году 8 марта порадует женщин тепло для этого периода года погодой. Облаков и осадков будет немного. Но отправляясь на улицу, на всякий случай возьмите зонт. Местами будут сгущаться туманы, ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 2,7. Максимально на днем от плюс 5 по северо-западу до 12 по юго-востоку. Весна идет весне дорогу. Однако в США, несмотря на календарь, природа оказалась не в курсе этого и превратила город в царство снежной королевы. Потолок ледяной в штате Нью-Йорк. В результате очередного шторма дома, стоящие вдоль побережья в Израиле, превратились в ледяные избушки. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду и сопровождались волнами высотой почти 3 метра. В итоге жилища превратились в настоящие иглу. Толщина льда достигала почти метра. Местные жители были вынуждены выбираться из домов через задние двери. А уже затем с помощью ледорубов освобождали от льда парадный вход. Разрушенные стены, сорванные крыши, разорванные линии электропередачи и поваленные огромные деревья. Все это результат нескольких сильных торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси. Серьезный ущерб нанесен столице штата Нешвиллу. Там стихия разрушила около полусотни зданий. Движение транспорта на городских улицах было закрыто. Серьезно пострадал аэропорт. Разрушены ангары, многие самолеты перевернуты и вряд ли подлежат восстановлению. К сожалению, есть и жертвы. Клубы дыма и пепла на высоту почти 6000 километров выбросил самый активный в Индонезии вулкан Мерапи. Извержение длилось около 7,5 минут. В связи с этим был закрыт местный аэропорт. Невозможно остановить. В Индии зависимые атопия попугаи стали настоящим бедствием для местных фермеров. Птицы совершают разбойничьи налеты на маковые плантации. В Индии выращивают мак в кондитерских целях. Причем пернатые научились воровать маковые коробочки в абсолютной тишине, не издавая ни единого звука, чтобы не привлекать к себе внимания. Фермеры пытаются охранять свои поля круглосуточно. Они взрывают петарды и бросают камни. Однако пернатые наркоманы возвращаются вновь и вновь. Пополнение в семье известного голливудского актера. Теперь в доме у Арнольда Шварценеггера живут не только собаки и пони, но и ослик Лулу, который с недавних пор тоже сопровождает железного Арни на работу. В офисе актеры уже привыкли к его мохнатым питомцам. Сотрудники с пониманием относятся к животным и даже угощают их лакомствами. Ну а что ждет Европу в ближайшие дни? О синоптической ситуации на предстоящей неделе расскажет Дмитрий Рябов. Прошедшая зима в Европе была самой теплой за весь период метеорологических наблюдений. На следующей неделе аномальная теплая погода, но с дождями, сохранится. Страны Центральной Европы будут находиться в поле пониженного атмосферного давления, по периферии которого с юго-запада на северо-восток будут смещаться очень теплые, но влажные воздушные массы, будет преобладать облачно с прояснениями. Временами проходят кратковременные осадки различной интенсивности. В середине недели сопровождаться сильным паровистым ветром. А температура в разгар дня плюс 10, плюс 15 градусов. В наилучшем положении будет Западная Европа. Здесь за погоду будет отвечать поле повышенного атмосферного давления. С юга на север будут смещаться очень теплые воздушные массы. Днем 20-25, но без кратковременных дождей не обойдется. По-прежнему ненастная погода сохранится в странах Северной Европы. Здесь за погоду будет отвечать очень активный циклон, который будет медленно смещаться с запада на восток. Будет преобладать пасмурная погода. Временами проходят осадки в виде дождя и мокрого снега. И сопровождаться порывистым ветром. Температура в разгар дня всего лишь около нуля. Страны Восточной Европы, включая Беларусь, будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, по периферии которого с юга-запада на северо-восток будут смещаться очень теплые воздушные массы. Будет преобладать облачность с прояснениями погоды. Временами проходят кратковременные дожди. В ночные и утренние часы будут сгущаться непродолжительные туманы, ухудшающие видимость до 500 метров. Температура днем ожидается от плюс 5 до плюс 12 градусов. Партнер программы – белорусско-голландская фармацевтическая компания «Фармленд». Красота по-весеннему. И пусть нынешняя весна – это не шоковая разморозка, настоящих морозов так и не случилось. Но первое солнце тоже вполне себе испытание для внешности. В купе с весенним авитаминозом сложно быть во всеоружии на главный женский праздник. Уход по погоде – вот выход. Увлажнение, защита от солнца или питание. На что делать ставку и как не пустить красоту на ветер, расскажет Анна Катикова. На старт, внимание, март. С первым весенним теплом хочется цвести и всем представительницам прекрасной половины. Но если натуральная красота слегка увяла за зиму, значит, нужно ее возвращать. И лучше всего, уверяют специалисты, естественным способом, а значит, без косметики и медицинских процедур. Наталья, на улице весна. Каждой девушке хочется тоже цвести, быть ярче. Но, наверное, погода и зима все-таки отложили отпечаток, в том числе на наших лицах. Как сделать их свежее? Гуаша – это традиционная китайская техника. В переводе вообще с китайского – выскребание болезни. Если у вас нет скребка, вы можете использовать крышку для закаток. Такую вот с мягкими краями, металлическую, поспособствовать выравниванию вот этого вот красивого угла молодости. Фиксируется подбородок. И под углом 45 градусов достаточно энергично скребком мы проводим до уха, к углу нижней челюсти. И повторяем так 3-4 раза. Обязательно предварительно нанести на лицо крем или жирный крем или масло, потому что скребок должен скользить, он не должен тянуть, растягивать кожу. Таким образом мы молодеем прямо на глазах. Прорабатываем лицо скребком, усиливаем сотни раз кровоток. Можно сразу увидеть, что линия молодости, вот этот угол, становится четче и более выраженным. Такой массаж будет полезен и всему телу, снимет напряжение и улучшит сон. Ведь стресс, усталость и недосып влияют на внешность гораздо больше, чем отсутствие солнца и витаминов. Наш скальп, который отвечает за лифтинг. Если мышца слабая, то лицо она не держит, и лицо начинает сползать вниз. Нужно обязательно ежедневно тонизировать вот эту вот самую большую мышцу, которая покрывает голову. Достаточно запустить руки в волосы и хорошенько от периферии к центру прочесать кожу головы. Какой у нас эффект должен получиться? Вы почувствуете прилив тепла. А через неделю-две регулярного выполнения вы увидите, что уходит отечность, лицо раскрывается, и огромный бонус этого упражнения – начинают лучше расти волосы. Этот способ помогает также бороться с головной болью. Зимой еще один важный источник проблем для кожи в источниках домашнего тепла. Батареи сушат воздух в квартире, а результат – на лице. Одним из самых лучших эффективных способов борьбы с обезвоженностью – в порцию крема, вот на ладошку выдавить крем, в порцию крема добавить пару капель косметического масла, смешать, нанести на кожу, и уже буквально на следующий день кожа станет совсем другой, ни единого признака обезвоженности не будет. А как нашему лицу после зимы вернуть краски, так сказать, порумяне стать? Нужно проработать все лицо. Просто вот так вот делать? Вот такими, да, мелкими, ну, энергичными щипками. Дно рта, профилактика второго подбородка, шею, лоб, насколько получится его щипнуть, брови. Под глазами прощипывать можно, есть такая техника пинцетных прощипываний, губы по контуру прощипать, опять-таки, если нет помады, и сразу цвет лица как надо. Всего за несколько минут вместе с красками к коже возвращается свежесть и сияние, поэтому даже если погода подводит солнцем, эксперты напоминают – красота в ваших руках. Анна Катикова, Родион Кабанович и Владимир Слиш, специально для Метеогида. А эта новость больше понравится мужчинам. Прага борется со смогом с помощью пива. Главный источник загрязнений в чешской столице – автомобильный транспорт. Чтобы горожане почаще оставляли автодома, пивоварни сделали хмельной напиток «пражский пешеход». Логика у властей была такая – выпив пиво, люди не сядут за руль и, возможно, пойдут пешком или поедут на велосипеде. Таким образом, их любовь к этому напитку поможет сделать город чище. Кстати, сейчас можно прорастить рассаду из семян хмеля. А уже в апреле, когда земля хорошо прогреется, пересадить саженцы в открытый грунт. Впрочем, о самых благоприятных днях для посадки любых семян на следующей неделе расскажем в лунном календаре. С наступлением весны увеличивается объем сельскохозяйственных работ. 11 числа хорошо посеять спаржу, щавель, горчицу и кориандр. В этот же день можно пересадить комнатные растения. 15 числа – отличный день для прививки, заготовки и укоренения черенков в субстрате. Уделить внимание семье и заняться домашними делами лучше всего 9 марта. 13-го – хороший день для реализации творческих проектов. 15-го – возьмитесь за дело, начать которое раньше не хватало решимости. Чтобы стрижка была удачной, а волосы обрели еще больше здоровья для похода в парикмахерскую, выбирайте 12-е, 13-е и 15-е марта. 14-го – в субботу – хорошо сходить на консультацию к стоматологу. А запломбированный в этот день зуб еще долго не потребует повторного лечения. Незначительные, но продолжительные магнитные колебания возможны 15-го марта. Грустная и одновременно смешная история случилась в Калифорнии. Девушка два года ухаживала за суккулентом, который оказался пластиковым. Растение досталось ей от соседей, и 24 месяца она упорно поливала искусственный суккулент. В этом году решила пересадить зеленого соседа по квартире, и только тут обнаружила, что он не настоящий. Обещаем, что ничего такого не случится с нашими уникальными белорусскими пейзажами. Пришло время подвести итоги рубрики «Стоп кадр». Напомню, из множества снимков мы выбрали 10, каждому присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе приз забирает Андрей Родченко из Витебска. Андрей увлекается игрой в баскетбол и настольный теннис. И с удовольствием фотографирует влюбленные пары, детей и счастливые семьи. Как и обещали, приз от телеканала «Зон» с логотипом ОНТ. Сегодня же отправим победителю. А я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп кадр». Размещайте фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодными явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Не забывайте отмечать наш профиль в Инстаграм. Лучшие снимки увидит вся страна, и мы опубликуем их в ленте. Кому достанется следующий приз, узнаем через неделю. А сейчас самое время узнать у Дмитрия Рябова, какой она будет. Прежде чем я расскажу прогноз на следующую неделю, буквально пара слов о начале календарной весны. Уходящая неделя была достаточно комфортной, благодаря очень теплым воздушным массам с акватории Средиземного моря. Можно сказать, что на некоторое время по температурному фону, который на 7-11 градусов превышал климатическую норму, мы оказались в апреле. Во многих районах были обновлены температурные рекорды. На следующей неделе весна продолжит свое триумфальное шествие. Нас ждет теплая, но очень неустойчивая, с дождями и порывистым ветром погода. В начале недели скажется влияние области пониженного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе, поступающей с юга-запада Европы, будет преобладать облачная с небольшими прояснениями погоды. Пройдут небольшие кратковременные дожди. Из-за сгущающихся в ночные и утренние часы туманов, видимость на дорогах ухудшится до полукилометра. Порадует и отсутствие минусовых температур. Ночная составит от плюс 2 до плюс 5, днем воздух прогреется от плюс 5 по северо-западу до 12-15 по юго-востоку. В середине недели с Балтийского моря будет смещаться активный атмосферный фронт, который принесет дожди местами сильные. Ожидается туманный, ветер западный, умерен временами порывистый. Ночью плюс 3, плюс 9 выше нуля, днем воздух прогреется от 5 по северо-западу до 12 тепла по востоку. Ближе к выходным погодные условия существенно не изменятся. Атмосферными процессами продолжит управлять Атлантика. Нас ждет облачность с прояснениями погоды. Временами пройдут небольшие дожди. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток будет положительной. Ночью 3-8 тепла, днем от плюс 5 по северо-востоку до плюс 10-13 по югу страны. В ближайшие 10 дней среднесуточная температура будет на 6-9 градусов выше нормы. А значит начнется активный регуляционный период. Кстати, несколько программ назад мы показывали вам, как можно к празднику вырастить из луковицы цветок. У нас получилось. Теперь гиацинт будет радовать моих коллег своим прекрасным ароматом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще больше погоды, еще больше Дмитрия Рябова в нашем телеграм-канале. Хотите узнать прогноз на следующий день? Рябов ответит. Так называется наше новое место встречи. Ну а мы увидимся ровно через неделю, чтобы не обсуждать или ругать погоду, а строить планы в соответствии с актуальным прогнозом. Мы не предсказываем, мы прогнозируем. Хорошего субботнего вечера! Субтитры создавал DimaTorzok